Ребят, всем привет! Друзья, мы сегодня приехали в Алушту, а именно... Профессорский уголок, ну либо рабочий уголок. Рабочий уголок. Подержишь, я хочу. Этот район курортного города Крыма отличается тишиной и размеренностью. Здесь нет шумных ночных клубов и детских дискотек. Пригород Алушты начал интенсивно застраиваться в середине позапрошлого века. В 80-е годы там обосновались профессора Новороссийского университета. Затем появились писатели, художники, конструкторы. Большое количество отдыхающих интеллигенции на значительной площади и породило такое название. Изначально поселок назывался Тернак. С 1920 года рабочий уголок в народе рабочка. Потом название еще несколько раз чередовалось, пока в 2001 году не закрепилось окончательно. Профессорская. Но статус не менялся. Рабочий уголок в Алуште был таким же местом заслуженного отдыха, как и профессорский. Просто после революции сюда стали приезжать и те, кто хорошо работал. Не только головой, но и конечно же руками. Профессорский уголок готов приютить отдыхающих любого статуса. Здесь множество гостиниц и санаторий. Почти всегда можно найти объявления о сдаче жилья в частном секторе. Расценки, конечно же, друзья, сильно зависят от расстояния до моря. На набережной расположены самые шикарные отели, но там проживание стоит довольно дорого. Снять же частную комнату подальше от берега можно совсем недорого. Там же в жилой зоне расположены маленькие мини-гостиницы и гостевые дома. В этом случае до пляжа придется идти 15-20 минут. Но тут много зелени. Так что прогулка будет не слишком утомительно, но нужно учесть, что возвращаться придется в гору. Зато у хозяев тише и спокойнее, чем в районе побережья. Ребят, с питанием здесь не возникает проблем. Как правило, гостиницы включают его в стоимость проживания. Ну а в частном секторе вы можете готовить самостоятельно. Или на набережной масса, кафе или ресторанов. И, кстати, нередко с живой музыкой. Рабочка имеет собственные достопримечательности. Протяженность здешней набережной около 2 километров. Она отремонтирована в соответствии с современными требованиями. Можно просто погулять, любуясь морем. Записаться на морскую прогулку или посидеть в кафе. Часто прямо у Реза морских гладей выступают музыканты. Там же находится аквапарк Миндальная роща. Над рабочим уголком возвышается гора Костель. Памятник природы. Объект расположения руин крепости времен государства Феодора. На вершину проложены постоянные туристические маршруты. Пляжи тянутся вдоль всего берега. Они галечные, в большинстве хорошо оборудованы. Море здесь чистое, хотя иногда случается нашествие медуз. Есть водные развлечения, прокат пляжного оборудования и другие удобства. В Алуште профессорский уголок может показаться скучноватым тут сочным молодежи. Но люди более зрелого возраста и семьи-зетвей найдут здесь пребывание чудесное. Алёнушка говорит, давай пройдемся дальше. Поищем укромное местечко. Заодно прогуляемся. Пошли мы искать укромное местечко. Там, где поменьше людей. Где можно с детками будет расслабиться, что они будут бегать, никому не мешать. И в конечном итоге мы... Мы шли-шли и дошли. И не дошли, не нашли. И дошли, и нашли. Нашли мы, ребят, волны. Камни, да. Камни, волны. Нас накрыло волной. Пляжа толком нет. Маленький кусочек там гальки. Всё остальное. Камни огромные, булды. То есть не пройти, не проехать. Это всё волнами вещи накрывает. Сторону Лазурного. Портонита. Ну, это следующий соседний посёлок, соседний город. Идёт уже Портенит после Алушты. Ну и, собственно, мы туда уже дошли. Ну и пришли. Поцеловали пляж. Накрыло нас волной. Пришли мы сюда не зря. Вот. Сами видите, под каким деревом мы здесь стоим. Инжировое дерево. Инжировое дерево. Нам везёт на инжировое дерево. Нам, да. На инжир нам везёт. Единственное, что не всегда найдёшь плоды. Короче, нашли мы хорошее место, где можно нарвать инжир. Посмотрите, как у нас Аленушка снимает урожай инжира. Всё в аварийном состоянии. Да, вот такой вот инжирчик чёрненький. Уже созревший. А вот такой вот он ещё только, 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 только. Вырос. Недорос, короче говоря. Ну это маленький, видишь, сам по себе. Бывают большие, конечно. Ну такие вот ягодки. Ну пробуй, пробуй. Прям на побережье Алушты. Ладенький. Пробуй. Вкусненький. Экологически чистый продукт, ребят. По близости ни одной дороги, рядом море. И вот такой вот растёт инжир. Вкусняшка. Ротик прикрывашка. Давай немножко перекусить. Хотя тащим с собой арбуз. Его даже мыть не надо. Да, он так чистый. Здесь, я думаю, особо много людей не бывает, не доходят до сюда, потому что идти расстояние очень долгое, и ещё закрытая территория, получается, многих пугает. Перед нами тоже остановилась машина, две девочки вышли, прошлись и вернулись обратно. Сказали, закрытая территория, сюда нельзя. А мы смотрим, выходят с пляжа, муж с женой, спрашиваю, можно пройти? Они говорят, да, проходите, но купаться нельзя, потому что сильные волны. Проезд уже сюда запрещен, здесь уже идёт территория пансионата. Нашли хорошее место, поставили машину в тенёчек, ну и дальше уже пешочком. Дошли до шлагбауна, хотя вот написано, велик запрещен, но велосипедист проехал. Растут вдоль дороги такие красивые высокие кипарисы. Посмотрите, вон во дворе прям растёт пальма. Мы все любили в детстве пальмы, у нас пальмы ассоциировались с Африкой. В Африке акулы, в Африке крокодилы. Так, друзья, проходим ещё один шлагбаум и всё время мы спускаемся вот вниз. Вот подошли к детскому лагерю Кристалл, ну и собственно вот люди... Ну, это он и есть, это, наверное, крыло этого лагеря. Посмотри, кипарисы какие старинные, да? Красотень. Сколько они ровненькие здесь, прям возле моря. Посмотрите, ребята, вот здесь вот инжир растёт. Прям бери, срывай, никто его не ест. Волны, вон даются об волнорезы, очень красиво. Пейзаж, вид, природа, прям класс. Вон, ещё и тактусы. Здесь есть такая вот площадка обозрения. Спускаемся по лестничке, друзья. Сделал для вас вид от первого лица, чтобы представляли, как будто это идёте вы на море. И вот мы попадаем уже на набережную. Волны здесь очень большие. Сегодня, конечно, море волнительное. Думаю, наверное, с детками здесь особо сейчас не покупаться. Смотрите, как размыло ступеньки. Посмотрите, отсюда виднеется гора Юдак. Это знаменитая медведь-гора. Читается какой-то мистической горой. Говорят, что эта гора связана с какими-то аномалиями. Вот. Ну, кому интересно, погуглите, почитайте. Внимание. Камнепад, проезд, проход запрещён. Нарушим, да? У нас ворота открыты, значит, можно пройти. Интересно, откуда здесь камнепад. Вот не могу понять. Вот что-то впереди. Смотрите, это сети, что ли? Похоже на сети. Вон, вверху, видите. Номера с видом на море. Ну, конечно же, здесь вы купаться не сможете. Сами видите, какие здесь камни и какие волны. А чтобы скупнуться, нужно пройти ещё дальше. Конечно, далеко от машины, но я думаю, это того стоит. Потому что отсюда открывается обалденный вид на гору Аюдак. Красивая природа. Спасатель Малибу нас предупредил о том, что купаться запрещено. Но люди купаются, но как, парень сказал, я вас предупредил, и всё, можете идти купаться. Но мы не рискнули идти купаться, сами видели, какие волны. Ну, показать вам показали, прогулялись мы. Ну, и сами посмотрели, потому что были как бы в этой стороне. Я была, точнее. Ну, как бы к пляжу не спускалась. Не знала, что здесь такие как бы камни. Думала, всё-таки кусочек земли есть. И галечки нам тут выделили. Ну, он всё заливается волной. Тут ветер, да. Ну, мы решили уйти и пойти как бы более в середину профессорского уголка. И будем там. Всё, друзья, идём мы обратно. Поели мы, Южио. Искать хороший пляж. Да, не будем тратить своё время драгоценное. Драгоценное. Потому что оно так быстро здесь летит, на южных побережьях, прям, возле моря. Особенно с дорогой именно. Ну, идёшь, 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 идёшь. Только приехал уже и вечер. А ничего, собственно, для вас и с ней сняли. В принципе, место хорошее, но не в шторм. А когда уже штиль, мониторьте погоду. Или смотрите, если шторм, как бы, ну, сюда, в принципе, не идите. Потому что нет смысла, накроют волной. И, собственно, вы сюда придёте и уйдёте. Ну, и от спасателей, как бы, у вас будет предупреждение. Окупаться запрещено. Ну, а мы вас предупредили. Ну, здесь, как бы, и тенька нет, и это, то есть здесь именно ехать. Здесь есть инжир. И здесь есть инжир. Пошли дальше искать место. Хорошо, спасибо. Мои люди, где у вас есть машина. А детям везде хорошо. Там, где их и родители. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ребята, обратите внимание, заборчик ещё сделан со времён Романовых. Остались вот такие вот исторические достопримечательности. И, кстати, их достаточно много на южном побережье Крыма. Вот. Ну, такая вот была замечательная архитектура. Мы всё же нашли место для машины. И тут даже ещё раз, и там два, и... Ну, в общем, много мест, да. Короче, оказывается, места есть, так что кто ищет, тут всегда найдёт. На южных побережьях вы всё равно найдёте место, где можете поставить машину. То есть с рабочего уголка, да. С рабочего уголка, как ехать в сторону именно главного... Да, пойдём, пойдём уже спустимся на пляжик. Сейчас купнёмся, потому что... Да, и искупнёмся. Ребят, нашли мы всё же пляж. Да. Вот. Не сильные волны. Да, не сильные волны. Единственный пляж, который был открыт по побережью рабочего уголка. Ну, собственно, поближе к Алуште уже. Вот. Да и я вам скажу, людей не так прям и много. Возможно, людей испугал шторм. Люди, видно, не искали, особо спустились к морю. Увидели, что пляжик закрыт. Один, второй, третий. В связи со штором. Ну, единственный пляж был открыт. Тут прям не сильный шторм. Где это он, смотрите? Купаются вообще. Ну да, детям нам, наоборот, интереснее, когда штормят. Вот, всё же нашли. И даже нам повезло с местом. Мы нашли место в пенёчке, да. Хорошо, друзья, это всё на самом деле обманчиво, что вы, знаете, приехав сюда на машине, найдёте место для парковки. Да мы так само тоже думали, что не найдёшь место для парковки. В итоге придётся ставить машину аж за километры от моря, идти долго, потом, придя в самый такой бархатный сезон, не найдёшь ещё места, да, на южном побережье Крыма. Ну да. Мы нашли место и для парковки, и для отдыха. Одни уходят, другие приходят, и места всегда есть. О, посмотрите, как раздолье для детей. Море, правда, мутное за счёт того, что оно, пусть, тормит немножко. Ну, ничего страшного. Ох, арбузик. Друзья, много ли вы в этом сезоне съели арбузиков? Вкусненько, пловец наш самый главный. Да, вкусненько. Алушта своими живописными уголками всегда нас радует и восхищает. Да, встретила нас гостеприимое, погода хорошая, море хорошее. Ну, единственное, штормила и все пляжи были закрыты. Это да. Ну, не все, не все, да. Были там пляжи? Были, просто. Ну, молоко. Ну, что, друзья, нам понравилось, как бы, нам понравилось. Мы поехали, деток отвезли, там, покупались. Вот, мы тоже развеялись, посмотрели. Нам было интересно посмотреть сам рабочий уголок. Профессорский еще его бывает тоже называют. Да, посмотрели, вам показали. Вот. Думаю, туда все же сделали вывод, туда надо ехать не в такую погоду, не в шторм. Вот, потому что там, конечно же, вы найдете уединение, но вы там не сможете купаться. Там, конечно, волны такие нормальные, да? Ну, да. Все, друзья, мы решили не заходить в Алушту самую. Ну, решили уже не гулять, а было принято решение ехать домой, потому что уже вечереет. И чтобы, ну, дорога дальняя, мы до Снепрополя километров сорок. И все же, чтобы не ехать потемну, ну, сами понимаете, трасса такая вот, асимпантинная бывает, ну, тяжелая, да. Вот, мы решили по светлу вернуться домой. В следующий раз обещаем вам обязательно поедем еще с вами, съездим в Алушту, покажем вам, прогуляемся по ней, сходим в парк, да, вот, на Алуште. Вот, там, может, сходим, там, вот, цены покажем, ну, как люди там гуляют, питаются. Будет дальше, ребят, интересно. Ну, а сегодня вот только рабочий уголок. Профессорский. Ну, да, профессорский рабочий уголок. Его достопримечательности, ну, пока так, друзья. Ну, нам понравилось, думаю, вам тоже понравилось, не понравилось, извиняйте, а понравилось, ставьте лайки, друзья. И давайте до следующего уже нашего выпуска, нашего видео, друзья. Аленочка, что-то тебе понравилось вообще? Мне понравилось, да, ну, это же мой родной город, в принципе, как он мне может не понравиться. У нас Аленка родом из Алушты. Да, это моя родная. То есть, какая бы там погода была хорошая, плохая, шторм или штиль, то есть, мне всегда приятен. Моё родное, моё детство там прошло, и мы маленькие бегали там, губались. У меня рука устала. Так что мне всё понравилось, естественно. Всё, ребят, всем пока, мы поехали. Свидимся в следующем видео, друзья. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова